добрый день любители не моей кожи сегодня ролик обзор на куртку бомбер от американского бренда оригинал deluxe данная куртка у нас приобреталась на сайте amazon в сша покупал ее мой знакомый я купил эту куртку у него у него также есть еще в продаже такие же куртки разных размеров визе в этом цвете как у меня это цвет military green также если в черном также вам вставлю фотографии чтобы вы могли посмотреть как выглядит эти куртки на официальном сайте и так же потом вставлю фотографии как эта куртка выглядит на мне чтобы вы могли понять у меня куртка размер excel и 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 данная куртка обошлась мне в 3000 рублей также в принципе продает сейчас 3100 рублей все эти куртки сейчас у него здесь в россии в моем городе если захочет может приобрести эта же курточка понравилась мне тем что она легкая теплая вот как раз на эту погоду сентябрь октябрь когда уже с утра у нас плюс 5 а днем доходит до плюс 17-18 градусов и в этот разброс как раз она очень хорошо себя показывает она легкая теплая не продувается но в ней не тяжело в ней не потеешь она дышит но при ветре вы себя не чувствуете что у вас до костей там продувает вот в этом она мне и нравится выполнена она у нас из стопроцентного полиэстера молнии металлические свою цену она себя хорошо показывает приобрел я ее для того чтобы носить и использовать на работе каждый день потому что и все таки я работаю в фирме по ремонту и обслуживанию оргтехники и бывает что надо ехать и забирать большие копировальные аппараты которые очень тяжелые здоровые и поэтому если ты в хорошей одежде то можешь или замарать ее или просто зацепиться там за что-то или что-то подобное потому что бывает из таких мест забирать приходится что просто удивляешься как люди туда вообще это затаскивали а эту куртку не жалко и поэтому ее в любое время если она замарала взял спокойно кинул стиральную машину постирал и нормально для этого я хотел приобрести просто толстовку но толстовки которые сейчас продаются в магазинах в равных по цене или даже дороже но по качеству по по виду они мне просто не понравились не интересные просто не интересные не функциональные тем более большинство сейчас толстовок почему-то продается без молнии спереди меня это не устраивает мне нужно было иметь чтобы куртка застегивалась спереди а не девать ее через голову вы видите у нас рукава выполнены из нейлона поэтому он гладкий но от дождя он не защищает еще раз скажу вот потому что бывает люди спрашивают как она под дождем себя ведет под мелким дождем себя ведет она нормально потому что быстро не промокает но прессе промокает то быстро сохнет когда где-то ее повесишь высохнуть или даже на тебе когда идешь она быстро высыхает внутри также подкладка из похожего нейлона тоже темно-зеленого цвета материал этот похож на флис всего куртки три кармана вот этот я считаю большим минусом то что карманов достаточно мало и например не не всегда это удобно и также нет внутренних карманов и нет также еще вешалки ну сейчас мы это с вами все рассмотрим вблизи да и как видите есть такие нашивки это не я сам пришивал это нашивки из от производителя но меня они не напрягают я их не замечаю мне как-то наплевать также молнии здесь у нас не вайкики но за свою цену они принципе работают хорошо потому что молнии полностью метрические одна большая молния спереди на которой застегивается куртка и одна небольшая молния как раз сделана рукаве на кармашке кармашек конечно маленький но не функциональный как я считаю потому что он достаточно мелкий много то они не положишь и так давайте я сейчас ее расстегну и посмотрим что у нас внутри и так вы видите что у нас подкладка тоже такого темно-зеленого цвета но она темнее чем рукава и поэтому материал здесь совсем другой он немного тоньше чем тот же материал на самих рукавах но тоже похожий материал не знаю сколько он продержится я эту куртку ношу уже вторую неделю как у нас вот с утра стала холодная погода и днем также не больно жарко но погода при позволяет эту куртку нормально носишь удобно в ней она легкая прикольная достаточно курточка вот это из тех курток которые ты одеваешь и неохота потом снимать вот поэтому мне она нравится вот если бы она еще имела там слой гортекса или подобное или была бы и не промокаемо было бы вообще просто супер чтобы можно было носить например дождливую погоду как вы можете видеть подклад материал у нас вот такой конечно внутри вот если его потормошить он будет шебуршать конечно пошив оставляет желать лучшего не стоит ожидать каких-то там супер-пупер качеств люксовой одежды это можно сразу вот видеть по качеству пошива как вот пришита молния вот видите есть минусы есть но за свою цену я считаю это при хорошо хорошая для такой цены качества тем более молния хоть не у айкики но нейм но она очень хорошо работает и она металлическая редко сейчас 3 чтобы стояли металлические молния в основном она пластиковая здесь достаточно крупную можете видеть молния работает хорошо вот это и нравится в этой кучке снизу у нас сделана вот такая текстильная резинка широкая когда курточку одеваешь она очень хорошо прилегает к телу хорошо сидит и на тебе не болтается снизу тебя не поддувает сверху также у нас вместо воротника вот сделана такая резинка получается как воротник стоечка далее внутри смотрим присутствует такая нашивка которая нам сообщает что-то бренд оригинал делюкс размер excel сделано в китае и что можно делать с этой курткой там стопроцентный полистер вверх и подкладка тоже стопроцентный полистер стирать ему в машине холодной водой там и все подобное сушить не использовать отбеливки тоже видите это нашел к то что кривовато пришиты также присутствует такой нас ярлычок который пока от какой-то номер непонятно что это такое так сделаем нашивки нашивки эти знать у нас не не военные нашивки а просто рассказывают о чем-то вот то что типа спорт и все такое фэшн мода там всякое такое на рукаве тоже присутствует такая вот west coast калифорния на рукавах вы видите манжета тоже у нас выполнены из такого же из такой же текстильной резинки широкой она очень широкая и мне нравится когда рукава не свободная вот именно подобные или резинки сделаны или какой-нибудь манжет ну который плотно застегает застегивается и и не поддувает в руках здесь же очень хорошо это сделано но эта куртка сделана основе американского военного бомбера которые американцы широко стали использовать во время второй мировой войны и до сих пор у них поставляются в армию и в принципе многие известные бренды тактической одежды тот же 511 подобные бомберы производят другие там бренды кто занимается выпуском около военной или мильтари одежды вот они очень многие производят подобный бомбер но там цена конечно будет очень-очень сильно завышена вот вы видите это у нас карманы врезные для рук кармашки достаточно вместительные спокойно сюда входит мой телефон на который сейчас я кстати снимаю и вот засунул в них тепло вот можно посмотреть внутри как это выглядит вот такой материал из этого же материала швиты толстовки у нас так-то выполнен не очень дерьмовенько да вот за свою цену выполнена я считаю очень хорошо за такую цену я искал бомбер подобный у нас вот ничего не нашел ни на озоне и когда сейчас то есть распродажи не где-то еще не на подобных площадках на рынок если идти там цена много выше меня знакомые ребята ходили смотрели там такого год пургу продают и за такую цену что просто диво продаешься даешься я не такие цены находят итак курточка достаточно интересная сейчас вот в ней хожу мне очень нравится ее не жалко если где-то зацепился там повредил ее или например замарал игру просто взял постирал и все такое или там заштопал вот видите у нас на рукаве присутствует такой кармашек карман сам по себе маленький но он вот видите молния хорошо работает он махашный махашный кармашек суда чёт можно ключи засунуть я отключи обычно ложу от квартиры или там зажигалку можно положить или что-то еще вот эти вот маленькие кармашки что-то мелкое засунуть кто-то на там сигарету сует кто там ручку или маленький карандашик ну кто кто чел засовывать может быть за узкая зажигалка какая-нибудь войдет но у меня таких зажигалок нету у меня есть только вот которую я дома держу на всякий случай зажигалка зипа потому что я не курю ну вот такой небольшой кармашек одну руку не очень удобно застегивать но молния очень отличная давайте курточку переверну спина спина видите вот выполнена у нас вот так можете видеть резинка полностью идет по низу круговую что он рукавах что воротником очень хорошо сделано да вот видите начинает скатываться недорогой материал здесь использован все-таки считается как рабочие одежда на каждый день нужно и для работы использовать или вообще на каждой день потому что у у нас люди с разным достатком у кого много денег у кого мало денег поэтому если что-то хотели искали подобное вот советую потому что курточка достаточно интересная но курточка сама по себе очень очень интересную теплая легкая хорошая альтернатива там различным непонятным толстовкам которые приходится одевать через голову не забывайте что у меня вы можете заказать кожаные ремни ручной работы которые делаю по размерам заказчика делаю в кратчайшие сроки и делаю из премиальной кожи американского английского итальянского производства и также использую качественную отличную фурнитуру поэтому пишите и заказывайте для себя знакомых и близких будет у вас качественный ремень для ваших любимых джинсов и брюк пишите и заказывайте все контакты я оставлю под видео кожи хорвин уже осталось очень мало поэтому торопитесь на этом свой ролик я буду заканчивать все кому понравилось видео ставим лайки и подписывайся на канал ну все всем пока счастливо